Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать на финальный день турнира Супернова КС Гоу Мальта. Сегодня у нас два Best of 3, это матч за третье место, ну и, конечно же, суперфинал чемпионата. Ну и сегодня вечером мы узнаем, уже, наверное, даже ближе к ночи, какая же из команд, Liquid или Energy. Поднимут над головой кубок чемпиона, студия аналитики без изменений, Петрик и Хаус сегодня вместе со мной. Добрый вечер, ребята, как настроение, как ожидание от финального дня? Привет, все замечательно, все великолепно, погодка радует, на Мальте, надеюсь, тоже все хорошо в этом плане. Ну и нас ждет сегодня два интересных, было три матча, матч за третье место, это нечто такое особенное, интересное, нечастое явление в мире КС. То есть тебе нравится матч за третье место? Это отдельный вопрос. Посмотреть на мучения команд, которые пытаются достичь этим мучениям третьего места. Это отдельный вопрос, да, то есть мы это потом обсудим, но в целом это просто необычно, это редко, и поэтому это интересно. Ну и финал, естественно, супер противостояние двух североамериканских команд. Каждая из них будет что-то кому-то доказывать, какие-то пытаться разрушать общее мнение о себе, поэтому будет интересно. Я ожидаю, конечно, больше финал, чем матч за третье место, даже несмотря на то, что там Hellraiser будут выступать. Я уже как раз из-за этого. Нет, не совсем, но Liquid сейчас действительно могут достичь наконец-то первый свой трофей в этом составе, хотя они были во многих финалах, и вообще часто у них хорошая игра была, но она почему-то постоянно где-то нарушалась, и что-то случалось с ними в финальном поединке, и они не могли добыть трофей. И в то же время Energy, молодая амбициозная команда, которая только появилась, казалось бы, в 2018 году, уже мы видим стабильное, классное выступление от нее, хорошую форму на этом чемпионате, и будет крайне интересно посмотреть, как ребята будут сопротивляться вот этому опыту от Liquid, и кто же все-таки победит. Молодая амбициозная команда с классными тактическими заготовками, и классной игрой, и стрельбой, либо же все-таки опыт наконец-то даст себе знать, и ребята смогут забрать свой трофей. Ну вот вчера и позавчера у нас все матчи закончились 2-0, опять-таки B.A.G. в борьбе, но проиграли своим оппонентам, у HR дела были похуже, то есть там все-таки интриги было не так много. Знаешь, у кого дела были еще похуже? Что? У Тайлу. У Тайлу, ну там 16-1, 16-2, да, но это позавчера было. Там дел не было. Да, там просто команда не пришла. На свой матч сегодня, сегодня чего ожидать? Сегодня тут все зависит от мотивации команды, вот насколько они заставят себя выложатся на полную. То есть мы переходим все-таки к обсуждению матча за третье место? Ну без этого никак, но как бы все понимают, что да, это не самый, скажем так, интересный матч, и соревноваться здесь команды будут там лишь за прибавку к чеку, да, к призовому фонду. 10 тысяч долларов, если кто-то не в курсе, да. Разница в 10 тысяч долларов, да, то есть, ну, сказать, что она, ну, это как, наверное, прям действительно, как месячная зарплата каждого из этих игроков, может, ну, две месячные зарплаты, там, у кого как, я не знаю, какие зарплаты у B.A.G.H.R., Нет, это 10 тысяч долларов на всех. В смысле? На 5 человек плюс менеджермент, ну, это же не каждому 10. Я думаю, где-то в районе пятерки каждый игрок получает, точно. Не-не-не, я имею в виду... Да, призовой фонд 15, каждый по пятерке. Да нет, я имею в виду 10 тысяч разницы между третьим и четвертым местом, правильно? Оно же делится на всех, да. Оно же делится на всех, ты посчитал, как будто, как бы, на одного. Да, ну, это просто гуманитарий. И получается 10 тысяч поделить, там, на шестерых, на семерых, кто как делит, да, там, это получится где-то порядка полторушечки на человека, но это тоже для простых смертных это хорошая сумма, да. Для простых смертных. Да, ну, вот... Алексей в этот момент поправляет пиджак целого шерфа. От этого и зависит, да. У нас уже даже видно карта, это трейн, наверняка пик команды Биг, потому что мы видели винрейта, шерф в преддверии этого поединка на этой карте, за последние три месяца, он там очень печальный, поэтому Биг не устояли от соблазна пикнуть эту карту. И интересно, какой, кстати, ответ был от Hellraiser, потому что мы тут рассматривали несколько вариантов, и кэш, и инферно, и там, если захотят каких-то острых ощущений, даст-2, да, поэтому вот сейчас нам краски выводят. Инферно, все логично, никакого даста не будет. Да, инферно. Все логично. Ну, мы думали, я даже нахожусь в командном чате, но я даже специально его не читал в плане мапула, чтобы было интереснее посмотреть, проанализировать, как это все будет происходить непосредственно здесь. Это пермобаны, трейн тоже понятно, инферно, но я, выбирая между инферно и кэшом, я бы пикнул кэш на месте Hellraiser's, но это только если я готовил и тренировал его в преддверии этого ивента уже с Хоббитом, да, этого я не знаю. Здесь просто видно, что Hellraiser's не пикнули кэш вчера в матче против Endergy, хотя там тоже был это как бы один из нормальных арбатных пиков. Ну, не тренили просто, скорее всего. Да, но они вчера это не сделали, и оказалось, что, ну, не то чтобы оказалось, а вывод, который напрашивается, что, скорее всего, ребята просто не успели натренировать кэш, и поэтому выбрали именно другую карту. Ну, и сегодня аналогичный вывод, последовательность, соответственно, того, что ребята выбирают кэш, напрашивают, точнее, говорит нам о том, что они его пока что играть не готовы. Красная зона, Леша, красная зона на экране. Ну, вот он красивый, успешный, стабильный трейн, да, 12,5% винрейт, но... Слушай, ну ведь он был не так уж и плохо командой, да, и, в принципе, проиграть Авангард, Нави, Астралис, ну, даже тем же Энце, трейн, но это не катастрофа. Это типа все такие команды, которые хорошие на трейне, да, очень. Но все равно... Ну, хоть кого-то обыграть нужно было, да. Все равно обыгрывать нужно, да, в любом случае. Возможно, беги и станут первыми жертвами. Будет эпично, да. Интересно, как сегодня у Биг именно в плане морали. Вчера мы помним на второй карте с Муя первую половину вообще провалил. То есть тот парень, который обычно бегает, убивает, кричит, показывает максимальные эмоции, вкладывает импакт в игру команды, как-то подпропал. Сегодня насколько он мотивирован, интересно? Плюс он еще отмечал у себя в интервью, что у него и волнение тоже иногда сказывается. Это мешает, там, там, хуже себя чувствует в плане уверенности, да, в ответственных матчах. И, ну, я думаю, как раз таки в матче за третье место на него уже ничего не будет давить. Плюс я думаю, что он хоть и все-таки эмоциональный человек, но все-таки ночь помогла ему пережить горечь поражения в полуфинале турнира на Мальте, да. И в итоге, я думаю, сейчас он просто в обычном хорошем состоянии, не будет волноваться, просто постарается сыграть в свой лучший КС. С обратной стороны тут тоже, насколько, ну, сейчас, например, Hellraiser после Мальты летят еще на два чемпионата подряд, да. И, естественно, сейчас этот матч за третье место, я не думаю, что для них будет, там, прям, вот жизненно важным. Ну, лишний праг с новым человеком в команде. Это лишний праг, безусловно, полезный, но какие-то суперсекретные стратегии, я думаю, никто палить не будет. А третья карта не заметил? Оверпасс. Оверпасс. Выбирали между Дастом и Оверпассом, тоже интересный момент в том, что выбрали Оверпасс. А, выбирал кто? Ашер. Ашер выбирали. Коэффициенты у нас на экранах. Вот такие коэффициенты. Биг действительно имеют очень большое преимущество в плане коэффициентов. Почему? Но не для тех, кто на них будет ставить. А почему такой большой коэффициент? Ну, я, честно, немного сбалансирование бы выставил коэффициенты. Мне кажется, слишком хороший для Hellraiser. Где-то 1,7 на 2. Где-то так, мне кажется, да? 2,1, возможно, где-то подобное. Ну, в общем, толком не успели мы обсудить все, что у нас происходило. Команды готовы. Действительно, уже после первой карты будем более подробно обсуждать и мопию. Киев, в какой форме находятся команды. Сейчас же мы готовы начинать матч за третье место. И я передаю слово нашим комментаторам. Всем привет, дорогие друзья, любители красивого киберспорта. Начинаем смотреть уже заключительный день. Супернова Мальта. У микрофонов Ленина и Вига Мэр. И вот-вот уже начнется матч за третье место. Hellraiser против B.A.G. Подопечные Алексея Кучерова сейчас должны продемонстрировать нам невероятный скилл. Потому как на первой карте винрейт всего 12%. Об этом наверняка студия аналитики тоже сказала. Да и вообще пул-карт весьма подходящий для команды B.A.G. Плюс ко всему они, ну как мне кажется, субъективно увереннее выступили вчера. Hellraiser, к сожалению, не смогли навязать борьбы своему сопернику Energy. Так что теперь матч за третью. С другой стороны, вспоминая диалог где-то годовалой давности с Ангелом, еще на шанхайской старсерии, тогда как раз-таки обсуждались матчи за третье место. И Ангел сказал, что мы не против, а только за играть подобные матчи. Потому что все-таки разница по деньгам есть. У тебя есть стимул какой-то сражаться. Это не просто третье или четвертое место. Да, это все-таки подкреплено какими-то деньгами. Так что нельзя здесь говорить, что игроки будут как-то безответственно подходить к подобным противостояниям. Ну и, конечно же, в чате также пишите, за какую команду болеете вы, кто по-вашему займет третье, а кто четвертое место. Ну, разная философия есть касательно матча за третьего места. Кто-то говорит, что он нужен, кто-то говорит, что нет. Все-таки вспоминая старые прекрасные олимпийские системы, золото, серебро, бронза и так далее. Ну и здесь разница действительно серьезная. Ведь четвертое место получает 5000 долларов, третье же 15. И как бы шутки шутками, но это серьезная разница в деньгах, которые вы с собой унесете по окончанию этого турнира. Так, ну я вижу небольшие просадки по FPS. И я вижу, как команда B.I.G. пытается быстро разыграть пистолетку под Аплэнд. На трене такое происходит далеко не каждый день. И пока что для Халлрайзерс это было неплохо. Некс дал два фрага, бомбу удалось поставить. Воксик не сразу заметил бомб кэри. Но после этого спокойно разбираются с последним оставшимся в живых Нексом. И 1-0. Ну вот так вот. Мы часто говорим, что пистолетные раунды под B выгоднее разыгрывать, потому как проще зайти на плент и поставить бомбу. Но, как мы видим, здесь это тоже не было проблемой. 1-0. Интересно все получилось. Воксик весьма быстро прокрался спину, хотя его вроде бы и заметили. Но сам он не успел обратить внимание на бомб кэри. Так что плюс деньги для B.I.G. Начало в любом случае приятное. Коротко мы уже сказали. По чисто цифрам, по винрейту, а шердила идут не очень на карте трейна. И сейчас, конечно, нужен хороший старт для этой команды. Играют за защиту. Вроде как все может сложиться еще весьма оптимистично. Но, как это будет на практике, мы сейчас увидим любопытно. B.I.G. решили не закупаться, хотя после установленной бомбы, ну, по новой экономике такое бывает нередко. Но, видимо, трейн это карта. Воксика запускают на пропуш зелени. Он точно понимает, ну, как, должен догадываться, что смой где-то здесь сидит или кто-либо еще. Все-таки нычка стандартная. И, кстати, после своего фрага Воксик не останавливается. Чуть ли не на ноге бежит обратно. Бежит, точнее, дальше. Тизиан. Ну, Тизиана также забирает Воксик. Вот, плюс 1200. Для снайпера важно. Ну, действительно, Воксик продолжает играть в агрессию. Дальше он вряд ли кого-то сможет встретить, так как последующий выход от B.I.G. будет направлен под нижнюю точку. Под закрытую точку, точнее, Ангел и Хоббит. Ну, перекрестный огонь есть, а вот помешать поставить бомбу вновь не удалось. Плюс бомба для B.I.G. Второй раунд к ряду. Как это произошло? Конечно, в хорошем расположении духа HellRaisers, но ввиду того, что это был полный эко, получить две бомбы за два раунда, это 8 тысяч на команду. Конечно, сладко. Вы посмотрите на деньги B.I.G. Теперь это к третьему раунду. У них по пять с половиной, по шесть тысяч долларов. Отличная работа. Смуя, кстати, как тебе в последнее время? Мне кажется, что как минимум на этом турнире Смуя не показывает максимум, который он демонстрировал ранее. Ну, в частности, во вчерашнем матче Смуя не смог показать себя настолько, насколько от него ждали, наверное, фанаты. До этого иногда от Овена мы видели просто невероятнейшие моменты, особенно его агрессивная игра на дасте с АВП была просто богоподобна. Он просто выходил и убивал. Такой был принцип Смуя, и он практически никогда не подводил Овена Баттерфилда. Но отмечают, в принципе, нестабильность этого игрока, и что время от времени просадки в его игре присутствует. Итак, снайперская дуэль. Ну, тут без вариантов. Тизиан, наверное, должен был быть разменным игроком. И Воксика должен был забирать как раз Смуя, что работал вторым номером на зелени. Сделать этого не получилось. Ангел поджим по ближнему синему вагону. Тапсон просто морозится. Тапсон все это время морозится. Ангел там шумит над ним, пытается найти пик. Не получается это сделать. А так-то Тапсон в упоре все еще остался. Дым рассеивается. Тапсон. Ну, казалось, поздновато он нашел Ису, но среагировал на того. И Ордани сразу не понял, что произошло. Ангел по итогу спрыгивает с вагона и идет на контрразмен. Здесь сразу два соперника. Одного Ангел бреет 15-го. Скоин-то встается. Ну, дальше его закрывают. 58 секунд. И почти вся команда HellRaisers уже под базой А. Правда, непонятно, насколько комфортны эти позиции. Все-таки коннектор, ближний к апдауну, БАГ продолжают морозиться. Позиционка неплохая у Ашера, если зелень не будет использоваться. А все к этому идет. Дэдфокс, правда, сам решает проявить инициативу. За это его могут наказать. Дэдфокс ждет сразу игры по двум флангам. На самом деле же флангнул только один. Воксик чуть не похоронил своего тиммейта. Сам же против Куба. Би сделал ничего не смогу. Губи! Это ноу-зум и ситуация один в один. Что же будет делать старичок Губи прямо сейчас? У Хоббита, конечно, шансов побольше. 36 хп у него. И 20 секунд на принятие решения. Губи делает... Ну, не знаю, делает... Или на самом деле он убегает в Б. Да, действительно, на последних секундах решает ливать в бэк-плэнт. Ну... Как бы никого здесь и нет. Губи может поставить бомбу. Задача Абая максимально быстро сократить дистанцию и не попасться под прицел Гоба Би. Очень нестандартное решение Хоббит принимает. Решает пропушивать через дымы. Гоби не был к такому готов. Думал, Хоббит будет обходить через спину. Но максимально просто и вместе с тем эффективно сыграл Абай Хосенов. Все-таки не дал Гобу Би закончить этот клатч-раунд. Хотя получилось бы красиво по итогу. То, как Губи разобрался с первыми двумя игроками, заставило нас немного понервничать за судьбу команды Hellraiser's. Ну, Маэстрай однозначно. HR допустили весьма грубую ошибку в середине, когда Воксик выстрелил в Дэдфокса. И по итогу он не успел навестись на реально выпадающего соперника. Это могло стать роковой ошибкой. Гоби действительно был невероятно крут в этом раунде. Вот второй фраг просто не поддается логическому объяснению. Но это было очень зрелищно. Да, самое интересное, что его бы не было, не сделая Воксик тот самый контрольный выстрел по своему тиммейту. Не удалось бы таким прострелом, скорее всего, ваншотнуть. Но пока что 3-0. И тем не менее, благодаря бомбам, которые во всех прошлых раундах B.I.G. устанавливали, деньги есть, их более чем достаточно. Даже на комфортный раскид, не говоря уже о девайсах. 4А. Такова расстановка у Hellraiser's прямо сейчас. Снова-таки зелень Berlin International Gaming не используется. Ну и уже отжимается верхняя волна. То есть с минуты на минуту будет выход в B. Да, здесь уже 2 игрока защиты присутствуют. Плюс ближние позиции на смещение хелпануть. А Шер такое ощущение, что готовы, в принципе, к тому, что придумали. Здесь немцы. B.I.G. готовы врываться на первых же парах под B. Но здесь сразу 3 игрока защиты оказываются. Во-первых, инфей еще молот, прокидывается. Очень много урона. Под флешечку Хоббит делает вывод. И сразу уничтожил что Тизина, что Тапсона. Но одного Хоббита хватает, чтобы остановить выход. Команда B.I.G. на B-Plant. Гобби. Скорее всего, его пропустят в тылы. 1. Но вот больше одного пока что фрага не было. Нэкс поймал Ису. Это было возле Апдауна. Но Хоббит. Четвертое убийство. У него уже было 19 хп. Все равно благодаря грамотной позиционной борьбе Хоббит дал четвертый фраг. Контрольный выстрел от Воксика по последнему. Но что тут сказать. Пока в винрейт команда HellRaisers не отвечает тому, что мы видим. Вот что называется опорник Б-Planta. Хоббит. 4 кила и 1 ассист за 1 раунд. По каждому успел пройтись как следует. И только Воксик отжал треххипового Некса себе. Во фрагстат никто абсолютно не против. Главное, что действительно такая расстановка сработала. Очень мобильно сместилась хлопаут Ашер. Нет какой-то коварности, что ли, в действиях B.A.G. Очень быстро HellRaisers раскусили план выхода под B. И хлопа сместилась на первых же секундах. Да, действительно. И ведь в этом раунде не было бомбы. Что там получится по деньгам. Где-то 2900 получат игроки команды B.A.G. По идее больше должно быть тут уже. А, пятый. 4, 5. Начинаем. Включаем калькуляторы. 2900, да. В любом случае не должно хватить. Да, никак. Пятый раунд HellRaisers отожмут. Хоббит. Ну, пока богоподобная игра. Не о чем говорить. Не помню, выполнял ли Хоббит роль опорника B.Baza в команде Gambit. Или все-таки работал где-то против зелени. Сложно это вспомнить. Но пока все получается. С Муя тем временем давит зелень. Дэдфокс падает. Воксик на размене. Но он должен давать второй фраг. Правда, обезопасили дымом свой выход. Но это тот раунд, за который можно переживать. Так-то все еще недавно было 3 в 3. Кирилл Карасев спасает ситуацию. Все же справился с зеленью. Ну и дальше Воксик уже почистил. Но на самом деле все решалось от того, даст ли ангел килл. Первый со вторым было попроще. Ну, опасно, опасно. Честно говоря, эти быстрые пистолеты под прикрытием гранат выглядели чуть ли не как самый напряженный раунд. Не считая того, где Гобби чуть не вытащил клач. Но любопытно, что полноценные девайсы на B.I.G пока в подобной манере не разыгрывают. Было мало каких-то агрессивных выпадов. В основном это попытка сначала зайти по точке. Вот вроде позапрошлого раунда через верхнюю волну. Ну и затем уже работа после паузы. Ну, еще один девайс на раунд. Ничего у Hellraiser's не меняется. Разве что денег становится с каждым взятым все больше и больше. Молотов, который несколько разрезает силы. Команда B.I.G. Нэкс тем временем очень просто поймал посреди плента господина Ису. Ну, моментально в агрессии начинают действовать B.I.G. К такому до конца HR не были готовы. Нэкс дает энтри. А вот размен пока найти будет задачей непростой. Воксик как раз таки может быть одним из игроков, кто даст рефраг. В общем-то он на это и настроен. Запалили смую, прикрыли флешечкой. Ну и Воксик знает, где вражки снайпер. А Ангел будет в случае чего работать с Воксиком в паре. Тапсон работает на мидле. B.I.G. Ну, теперь играют в более привычной для себя манере. Выжидают тайминги. С Муя, наверное, рано или поздно придется открываться. Раскид дают B.I.G. Ну и выпускают Тапсона вперед. Окей! Йоханес Водорс. Что же он не заметил? Воксика не ваншот, тем не менее, а турка. И большинство все еще за командой B.I.G. Это должен был быть килл. Какое-то роковое невезение абсолютно. Бомба после этого стягивается под B, а там уже никого из игроков HR нет. Тот самый раунд, когда B.I.G. Сыграли более кипко и смогли запутать HellRaisers. Ну, теперь только от ретейка. Разве что играть или же вовсе сейвить Nex. Ну, еще и не подпускает Ангела к позициям на ретейк. Такое ощущение, что делать его уже не имеет никакого смысла, так как шансы невелики. Хоббит жив. Самое важное. Абай Хасенов еще не погиб. Он идет по верхней волне, как герой нашего времени, и попытается вытащить этот раунд. Ну, один в четыре уже, грубо говоря. Дэдфокс-то сейвит. Хоббит дожидается. Мистер Атизия на тот недопроверил. Абая Изи из двух тычек. Хоббит находит этот фраг. Так, бомбу уже, конечно, не обезвредить. Но даже из такой, казалось бы, безвыходной ситуации Хоббит находит элегантное решение. Я заставлю хотя бы одного своего соперника закупаться заново. Это было очень хитро. Хоббит. Это старый добрый Хоббит. Ну, очень неординарная позиция была. Мы видели, что так-то игрок B.A.G. смотрел в нужном направлении и пытался прощупать, где же находится Абай. Но вот проверить не удалось, так как он был не на катушках, а за ними все-таки. Такой вот мув. И вот она промежуточная статистика. Ноль фрагов Тизиан. По-моему, у B.A.G. практика по трейнам в последнее время была не слишком широкая. Да и вообще трейны играются не слишком часто. Хотя такую статистику от Тизиана видеть действительно не очень приятно. Но, тем не менее, счет 5-1. То есть пока он стандартный, ничего страшного не произошло. Вопрос в том, что будет дальше. Команде B.A.G. довольно просто сбить экономику, как команде Hellraisers. В случае, если они сейчас проиграют. Как раз тот самый раунд за экономикой будет разыгран сейчас. У Ашер при наличии там какого-то сейва трех девайсов разве что будет в следующем раунде. А здесь сразу такие проблемы. Тапсон, ну еще и Ису, казалось бы, был готов расконтролить. Но все-таки здесь чуть половчее оказался этот невероятный игрок. Дэд Фокс в свою очередь забирает Тизиана. И агрессия по Апленту закончилась. Теперь будет агрессия под B. И это, видимо, 0-0-7. Хоббит контролировал выход по нижней линии. Но, внеся немного урона, он не ввязывался в прямые конфронтации, так сказать. Понимаю, что проще уже будет эту бомбу выбить вместе с тиммейтами. Ситуация не схожая с прошлым раундом. Так что все окей. Плюс бомба для B.A.G. И должен быть по логике плюс раунд для HellRaisers. Но не будем забегать вперед. Смуя с Авиком все еще жив. Гранаты хорошие есть у Ашер под это выбивание. Но, действительно, он Баттерфилд. Очень опасный игрок. Под флешку делает первый выпад. И сразу же находит Хоббита. Сбирает оппонента. Проверяет, замечает Воксик на вагоне. Теперь это уже ситуация 3-3. А времени-то все меньше. Киты у Ашер имеются. Уже начинается занятие ближних позиций. Дэд Фокс вместе с тиммейтом под размен. Четко пытаются проходить. Но здесь есть небольшой прекрасный огонь. Вот только Смуя до него не дожил. Ой, забрал Дэд Фокса. Обезвреживающего бомбу. Минус 3 на экс верхней линии. И это раунд для команды B.A.G. 3 в 4 оставались эти сладкие господа. И все-таки 1 в 3 удалось потащить. Благодаря сумятице. Благодаря тому, что времени было катастрофически мало у команды HellRaisers. Интересно еще и то, что Смуя пытался отбросить молотов. Но не успел этого сделать. И казалось бы, вот уже все. Но... Боже мой, Нэкс. Это было приятно. И Гобби тут же начинает давать указания своим тиммейтам о том, как выходить вперед на карте трейн. Ведь сейчас, как мы сказали, у Ашер должен быть экономический раунд. Очень активно начинает колить Гобби. Судя по всему, паузу попросили именно B.A.G. в такой ситуации. Хотя раунд они и выиграли. Но выиграли еле-еле. И то за счет того, что действительно, как ты подметил, Нэкс поймал ситуацию, где про него... Ну не то чтобы забыли, но не до конца к нему были готовы. И игроки Ашер. Один был без позиции и ждал нижний. Другой дефьюзил. Ну и третий слишком поздно включился. Игрок, это был ИСа уже. Как раз-таки у него должна была быть ключевая роль. И он, по идее, должен был убивать Нэкса сразу же. Ну, что там у нас? 0-1-7 у Тизиана. Хорошо. Все-таки ассист появился. Агента и агентурной работы не будет. Кстати, неэкономический раунд у команды Hellraiser. Используют 5-7 вчера. Но тоже была подобная схема. Но Ашер в игре против NRG на оверпассе в защите используется не ЦЗшки, а 5-7. Ну и вот, наверное, простой пример почему. Ты просто врываешься, стреляешь в голову. Соперник умирает. И у Тизиан 0-1-8. Вот так просто. Ну, ваншот никто не отменял на ближней дистанции с 5-7. И сейчас это свою роль сыграло очень сильно. К сожалению, после этого не удается реализовать калаш. Все там уже Иси. Он теряет автоматическую винтовку из своих рук. Ровно так же, как и жизнь. Так, Дэд Фокс. Ну, только что, казалось, найдет еще один минус для своей команды. Дэд Фокс. Зажим был очень напряженный. Но Тапсон от него все-таки погиб. Два красных игрока и смуя на АВП. Честно говоря, далеко не самое лучшее звено атаки осталось для подобного раунда. Может быть, этот АВИК был бы смысл и передропать кому-нибудь вроде Гоба-Би или Некса. Но есть ли подобный вариант, мы еще увидим. Пока что гранаты дают на позиции расположения АПЛЕНТа. Ну и выход через сотку. Вот, собственно, и он. Дэд Фокс. Первая стычка. Дэд Фокс сам красный. Но остальные его тиммейты пока что, кстати, сотые. Смуя. А вот реализованный АВИК. Ну, Дэд Фокс очень опасно играет, конечно. Не помешало бы и ему передать свой девайс в руки кому-нибудь другому. Плюс есть понимание о том, что Дэд Фокс бит, судя по всему. Смуя буквально на ноге прострелом забирает оппонента. Это 1-2 для Воксика. Оба биты для скаута на одну пулю будут что первый, что второй игрок. Промах неприятно. У Воксика, кстати, нет армора. Так что прицел сбить ему будет очень просто. Гранатка. Бомба падает. 12 секунд. Флешка. Отворот. И Смуя. Все, не сумел поймать Воксика. Теперь раунд, скорее всего, будет проигран или нет. 5-4. Бомба в закрытую, так что поставить его успевает. Смуя только что перепроверил, где находится Воксик. Ну и Воксик, к своему сожалению, все-таки отпускает этот момент в плане контроля по позиции. Он не знает, где теперь находится Британис. Ну и очень сильно тянет по времени. Нет китов. То, что очень важно здесь и, наверное, станет ключевым фактором. Да, очень грамотно работает Смуя. Скорее всего, об отсутствии китов он подозревает. Бомба уже пищит несколько быстрее. Воксик отбрасывает. Ну и промахивается. Все, вот здесь отброс дыма. Фейк по дефьюзу бомбы. Смуя открылся. Нужно было попадать. Если уже этого не произошло, раунд уже не выиграть. Еще один взаимный, кстати говоря, промах. Чувствуется небольшая нервозность. По-прежнему промахиваются. Смуя остался в живых после взрыва бомбы. Воксику такой возможности не оставили. Все же не было армора. Ближе находился к взорванной бомбе. Но чувствовалось напряжение с той, с другой стороны. Ну как же так? Такой хороший раунд. Ашир действительно были близки к тому, чтобы его выиграть. Но моменты были упущены как в середине раунда, так и под конец. Слово мой бог, что за World Exe стоит у Смуя? Кто мне объяснит? Он никого не видел из тех, кого он убил по итогу браунда. Фарсакен, ты ли это? Твоя ли это индийская магия? Ну, крайне быстро БИГ начинают этот раунд, по крайней мере, с раскидки. Ну и да, будут заходить в двух направлений. Снова 5-7 на апдауне. Только не Иса Ангел в этот раз, но такой же импакт, по сути. Находится, кстати говоря, килл для Тизиона. Наконец-то, да и не один, а два сразу Тапсон тоже решает отпраздновать это невероятное событие. И дать еще один фраг от себя. Ну, отличный раунд для БИГ. Уже очевидно, что такой отпускатель не будет. Молотов не догорел. Не догорел. Реально, Воксик сидит и ждет. Нет, начал гореть в последний момент. Вот эти чертовы Молотова в CSGO никогда не знаешь, догорят, не догорят. Вроде вот он уже должен потухнуть. И тут по тебе начинает наноситься урон. Ты понимаешь, все, твоя карта бита. Четвертый для БИГ. Ну и знаешь, по той динамике, по какой начиналась игра, казалось, что БИГ не должны вот так вплотную подбираться по счету команде Hellraiser. Но произошло именно это. Уже 5-4. Очень приятно смотреть все-таки, что и БИГ постепенно появляются на карте Трейн. И при этом все игроки Тизиона наконец-то тоже начали давать минусы. Но это все были раунды не с полными девайсами. Раз уж на то речь пошла, как мы с вами могли заметить, БИГ выиграли один из ключевых раундов на экономику, о котором мы говорили. Дальше был Форс от Hellraiser. И только после этого ЭКО. Ну и сейчас, наконец-то, финальное испытание. Уже прямо сейчас. Для БИГ в виде полного девайсного раунда восставших из зада. Воксик АВП, правда, без армора не у всех есть полный пул гранат. И только одни киты на команду Ашер. Но это лучше, чем ничего, однозначно. Раунд обещает быть очень ожесточенным. Тем более, что Хоббит уже идет пикать котлы. На первом же тайминге он проходит здесь. Вот, собственно, и прокинута дым. Но экшен первый произошел у Смуи. Он, Баттерфилд, просто выходит на стандартную позицию пика сотни. Находит соперника на вагоне и отправляет его в освоясь исходу. Энтри-фраг. И размен находится только сейчас. И сам, более того, выводит команду вперед. Дэд Фокс продолжает контроль базы. А и это проваленный выход от БИГ, наверное, если бы не старина Некс. Он, как Моисей какой-то, появляется в последний момент. Начинает тянуть свою команду, как и, пожалуй, Хоббит. Он оказывается вообще непрочитанным своими соперниками в тыловой позиции. Из Апдауна 6-4. Ну, быстрые раунды вообще неплохо получаются у БИГ, когда у соперника неполный закупной. Но когда у Хеллрейзера все в порядке с экономикой, такие раунды не работают. Да, немного смутил, конечно, этот раунд. В одну, в другую сторону. Тут, смотря в каком тайминге, наблюдать. То есть, когда Некс внезапно находит целую кучу рефрагов. А до этого БИГ погибали все на выходе. Казалось, вот все плохо. Тут Хоббит в спине. В общем, пока немного сумбурно проходят отдельные раунды, особенно в среднем-позднем тайминге. Появляется второй АВИК. Дэдфокс будет вспоминать старые добрые. А вот Хоббит, к сожалению, вспомнить ничего здесь уже для себя не сможет. Он стал первой жертвой. И, кстати, обращу внимание на то, что Ангел у нас пока главный по разменам. Такое ощущение в ранних таймингах. Если мы привыкли обычно говорить, что Кирилл Карасев либо убивает, либо умирает первым на карте, здесь чаще за ним мы видим размены. Однозначно пока очень эффективен Кирилл Карасев. Поджим, зелени. И это неплохо само по себе. Но куда же Дэдфокс? Ну, не то, что недопроверил. Он сразу начал смотреть в упорный левый угол. И не довел прицел до стандартной точки открытия соперников. Здесь же открывается... Ой, мистер Воксик. Тапсон его контролил. Что, реакции не хватило, что ли? Увидел соперника в снайперском прицеле и умер. Такое нечасто бывает. Мэйнавик против не Мэйнавика сработал. Согласен, вообще удивительно от Дэдфокса видеть такую недопроверку. Ну, скажем, это просто снайперская ошибка. Ты должен знать, какую позицию ты проверяешь первый, а какую второй. Ну, там, наверное, дело еще было в таком дистайминге. То есть ты сначала посмотрел на точку открытия, никого там не увидел, понял, что нужно югол смотреть. Тут соперники выходят. Может, не стоило вообще идти так далеко в этой аркаде. В тот момент, который Дэдфокс смог по-другому разыграть. Но это было его решение, так или иначе. Оно себя не оправдало, но раунд еще Ашер не проиграли. Один игрок на зелени будет, кстати, фейковать, а потом и сплитовать. Двое через нижнюю. У Ангела очень предсказуемая позиция, но реализовать ее у Кирилла Карасева на удивление не получилось. Казалось, одним фраг должен был гарантированно залететь. Воксик возвращается обратно. Он уже за нефтяным вагоном. Ну и пусть бомба команды Биэджи установлена. Воксик промахивается, тут же берет в руки пистолет. Но пока все спокойно. Как это убивание будет реализовано? Где же находится Иса? Ну Иса на самом деле может сейчас внести сумятиц. Он прям по молотову рвется, закрывает Некса. Следом размер на Тизиана. Но Воксик остается один в один. Ситуация для него не самая худшая. Тем не менее, Губи вместо того, чтобы морозиться и где-то танцевать по плантам, становится в позиционном преимуществе. И закрывает красного Воксика. 6-5. Напряженная борьба. Хотя, глядя на статистику игроков команды Биэджи, складывается впечатление, что вот играют один-два человека. Напряженная борьба Некса против Хеллрейзерс. Как-то так все смотрится. Столько же киллов у Воксика с другой стороны. Знаешь, на моменте, когда Тизиан вышел в спину Воксику, я уже похоронил Ашер, думаю, что ничего не выйдет. Но снова-таки мы видим, что Тизиан не находится на пике своей формы, по крайней мере, в этом матче, так точно, на этой карте. И отпустил соперника, хотя уже в том моменте мог выиграть раунд для своей команды. Хеллрейзерс довольно близки к тому, чтобы отдать первую половину, как мы понимаем, после этого раунда. В случае, если Хеллрейзерс его не выиграют, будет и седьмой для команды Биэджи. Ну, а в принципе, столь эффективная игра в атаке, скажем так, может быть демонстрирована не каждой командой, плюс Смуя, который все-таки расстрелялся под занавес этой первой половины. У него все идет, Тапсон чуть не допроверил открывающегося игрока Хеллрейзерса. Дэдфокс был, скорее всего. Но для Биэджи вновь главное удерживать преимущество за собой. Смуя, anyway, будет отстреливать открывающихся прицел соперников. Ну, теперь плотный раскид. Вот снова 5-7 в апдауне, конечно, работает безотказно. То Ангел, то Иса раз от раза находят здесь своих жертв. Так, Исачий Калаш подмутил и сразу умудрился применить его в нужном русле. Некс так долго думал, что именно он является охотником. Оказалось, что он был дичью в этой ситуации. Для Исы легчайший минус, но до сих пор меньшинство. Тизиан, кстати, пробежал мимо Калаша, решив остаться на Галиле. Но, не знаю, ему бы здесь и Калаш не помог, Иса просто жестко вырубил первого открывающегося игрока с нижней линии. Хоббит. Неплохая попытка, будь здесь Калаш мог бы на самом деле в рядок двоих постелить. Но 5-7 хорош не в такие моменты. Но Тизиан пока не очень весел. Может быть, не удовлетворен до конца своей статистикой. Хотя игроки его уровня не должны обращать на это много внимания. Вот знаешь, Дэдфокс может зачастую быть с ней очень хорошей статистикой. Но складывается впечатление, что на него это никак абсолютно не влияет. Он всегда спокоен. Ну, тут, знаешь, вопрос вообще во многом в том, как ребята настроены на этот матч. Ибо кто-то, может, уже и не в той кондиции пришел. Все же понятно, что все изначально ориентируются на победу, на чемпионский титул, на участие в финале. И полуфинал мог изрядно подкосить. Ну, ладно, здесь уже действительно раунд относительно проходной должен получиться, по идее. Хотя и Туусму и там того же 5 хп сейчас. Но отсутствие девайс-фарморов, конечно, у Ашер не сильно воодушевляет. Так и есть. Так и есть. Бейджи продолжают гнуть свою линию. Работают по позиции. Сначала выходя вперед, но затем уже можно на план заходить. Вот как сейчас, например, при ситуации 5 в 3. Правда, потратились на 2 МАК-десятых игроки Бейджи, Дэдфокс. Партизан вышел, посмотрел. Здравствуйте, это мы. Ваш выход уже спалили. Ну, кстати, Иисус все равно в этой Аркадии в паре с Дэдфоксом фраг один нашел. Просто говорит, братик, у меня по 2000, я так не убью. Ты убей. И с этой и сделал. Но знали о том, что это будет выход. Да, там по ребятам, которые готовили раскидку, это было абсолютно очевидно. На позиции дальние. И все же сместиться на прием непосредственную не успели. Так, опасно, губи. Но второго стрельбы не хватило. Ну и что же. Вынужденное выбивание Иса. Неплохо. Нашел Некса. Этот фраг был в соточке, по всей видимости. Или в апдауне. В соточке. Ну, скорее всего, да. Правда, как дальше доигрывать Иса здесь? Не до конца, ясно. Вышел забрать девайс и уже оказался на прицеле у Тапсона. Который, кстати, оформил квадраки в этом раунде. Тапсон, хорош. Вот уже, в принципе, и Тапсон со СМУ и подключились как раз к такому солидному фрагстату в своей команде. Тапсон вообще вот с того момента, как основной костяк B.I.G. окончательно сформировался, был основным плеймейкером. И мы не всегда выделяли Некса в этой ипостаси, так как выделяли Тапсона. Все же, если вспомнить еще первые мейджоры, когда B.I.G. прошли со статистикой 3-0, выиграв 3-инферно. Не помню точно, что это был за мейджор. Тогда ведь Тапсон был чуть ли не лучшим игроком вообще всего группового этапа. То есть все удивлялись еще Тапсон. А где же ты раньше был с такой-то статистикой? Ну да, мы много обсуждали этот момент на самом деле. Ну, Тапсон показывает себя очень хорошо. Некс как раз напротив более нестабильный, но если говорить про Маль, то здесь я помню огромное количество крутых раундов от него. Причем, знаешь, очень самоуверенных, агрессивных, таких прям, за которые начинаешь переживать за соперника. Да, кстати, в некоторых интервью сам Тапсон говорил, что играю... Ну вот моя ошибка, скажем, заключается в том, что я во многом играю не на команду, а на себя. То есть пытаюсь показать, насколько я хорош индивидуально, вместо того, чтобы делать то, что требуется команде. Об этом чуть позже, потому что сейчас поджим с Б-плента. При этом Хоббит не сидит на выходе из верхней линии, как это обычно бывает, прожал прям волну до середины. На самом деле для команды БИГ позиция довольно опасна, если они все-таки пойдут в беда конца. Но решение у немца в иное. Любопытно. Прорабатывается молотов по зелени. Нет, здесь уже оказывается Смуя в поиске соперника, но снайперской дуэли не будет. Очень много агрессии нам показывают Ашер в этом раунде. Сначала прожимались к котлу и теперь Моксик в сотню загулял. Тапсон однозначно понимал, что кто-то прошел в упор и был готов к такой дуэли. Тут еще и Смуя. Очень непредсказуемая позиция. Хороший фраг. Дальше инфы истинно пришло почему-то. Ну или не сориентировался, что так быстро пойдут его убивать. Ну, тут просто по головам все летит. Тут на самом деле все началось с первого поджимающего. Кто это был точно? По-моему, Воксик. Да, когда ты с кольтой вешаешь хэпшот вроде бы своему сопернику. А это не ваншот. У соперника ваншот, потому что калаш ангел, оставаясь один в четыре, закрывает Смую, получает размен. 8-6. И первая половина уходит БИГ. И на последний девайсный раунд порядка трех тысяч в среднем есть у команды Халл Рейзерс. Да, тяжело пришлось бы Халл Рейзерс, если бы не пистолетная серия и последующие несколько раундов, которые они успели выиграть. Ведь пять подряд изначально стартовали Ашерочки, и только после этого БИГ дали ответный такой, знаешь, характер показали скорее. И после этого Халл Рейзер взяли всего лишь один раунд. Ну и много фарсов Эка было, кстати, в средней стадии от Ашера, если вспомнить. Наверное, раунда четыре БИГ играли против неполного девайсного. Сейчас нам показали мимику террористов. Ну, интересный врыв. Странно, что он, в принципе, сработал от Дэдфокса хотя бы на один фраг. Но здесь я так и не понял. Тизян, наверное, в лайнде был, поэтому не сумел помочь Хоббит. В дыму нашел Некса. Привет от Дэдфокса и Гуэйма. Только что заехал какой-то. Просто четко навелся и перестрелял. Ну, остается гадать на кофейной гуще. Радар, чуйка с пониманием позиции или дым не так воспроизвелся у Хоббита. Но минус важный. Хорошо. Да, просто только что прилетела информация от нашего режиссера. Итак, последний раунд в этой половине меньше минут времени. У Халл Рейзер, судя, все неплохо. Даже не знаю, БИГ в небольшом тупичке. Как бы этот раунд нам выиграть? Ну, понятно, что здесь интуитивно проще будет под Б разыграть. Может, с небольшим фейчком. Ну, гранат, кстати, много для такого раунда. Так что БИГ могут себе позволить какой-то фейк или предварительную позицию проработать одну из возможных. Хотя бомба, как мы видим, на соточке находится. Ну, Губи вообще фейканул только что. То есть он, типа, прокинул все наверх-низ и потом сымитировал, что ушел, позже вернулся. Но если дал лампочки, он просто в позиции с 5-7. И давай мне еще несколько соперников. И вот, знаешь, кажется, стоял бы с Фамосом далеко не факт. Что у него удалось бы также просто разобраться с двумя соперниками. Тизян, неплохой выстрел. Но 15 секунд и 3 живых. Нужен еще какой-то фраг. Да, вот это уже бонус. Здесь уже можно устанавливать бомбу, конечно. Ах, 13 холлспоинтов и прокинутая хаешка. Что ж, nice try, Тизян. Но отлично работает холлрайзер в первую очередь. Нам напоминают сетку. В гранд-финальном матче сегодня будут сражаться североамериканские. Господа, это команда Energy Liquid. Ну, а матч за третье место прямо сейчас. И его первая карта. Ох, трейн начинается очень неоднозначно. Однозначно мы обсуждали, что у HR есть проблемы на этой карте, если верить цифрам. Ну и как-то действительно по игре так и получается. Хотя 8-7 счет, казалось бы, классный. Но 5 раундов это пистолетка и последующий стрик. Кстати, интересная инфа залетела. Знаешь, кто будет стендином вместо фера в МАБР в ближайшее время? Просто ты не угадаешь. ФНХ? Нет, но попытка была хорошей. Ладно. Вообще нет. СВЭК. СВЭК? СВЭК! СВЭК! Я просто прочитал и немного удивился. Вот так. Возвращение-то какое. А вообще в этом есть здравый смысл на одном из турниров. Не мейджоров, конечно. Но вот на одном из... Ну, не знаю, где-то вот в районе года. СВЭК выступал за какую-то команду. Играл он как раз против СК Гейминг. Это был инферно. И после того матча... Ну, то есть команда СВЭКа проиграла. Но СВЭК настрелял там нереальное количество. И фон в своем интервью всячески этого молодого человека хвалил. Говорит, я вообще не понимаю, вот как можно противостоять лучшим командам планеты, не имея практики лучших команд планеты. То есть ты не играешь в такое время. Просто сидишь где-то в своей Северной Америке. Потом выходишь играть против СК Гейминг и настреливаешь 30-ку. И Фоллан этого не понимал. То есть это не укладывалось в голове Габриэля. Сейчас уже поиграл с Волл Патрол. Какое-то время действительно выступит стендином на Бласте. Так что будет интересно, скажем, это лишний повод посмотреть Бласт внимательнее. И, возможно, порадоваться за СВЭКа, что он будет настреливать, как старые добрые, хоть и в рядах другой команды. Так как СК, они же сейчас Мибор, бывшие Люминости, как угодно называть, всегда хорошо работали со своими стендинами. И показывали, что они знают, как применять те ресурсы, которые попадают к ним в руки. Странно другое. По-прежнему команда Мибор продолжает отказываться от того, чтобы брать стендинами своих бразильских соотечественников. Хотя, казалось бы, игроков там немало. Немало хорошего уровня. Но по тем или иным причинам они не подходят. Ну, а насколько мы видим сейчас, Алл Рейзерс проиграли пистолетный раунд. Три АУГа и два МП девятых. Очень экзотичный закуп у команды БиАйджи. Ну, это типичный для БиАйджи закуп в определенной степени, я бы это назвал. По реалиям Мальты больше АУГов, меньше Кольтов, в принципе. Вот я помню, что Гоби время от времени отыгрывает с Айленсером. И то здесь мы видим, что он тоже действует через АУГ. Ну, и вот вам отличный пример позиции реализации. Спокойно, не парясь, Тапсон с Тизианом, ну, уже практически всех и убили. Только Нэк себе один фраг отжал. Эх, и бомбу не поставили. Вот, небольшая, но проблема. Кака-фу? Ну, интересно, что на некоторых турнирах этот австрийский тренер команды БиАйджи ездит со своими подопечными, а на некоторых мистер Легия, который до этого являлся мейн-игроком команды БиАйджи, позже перешел также в тренерский штаб. Да, в тренерский штаб. Вот я сейчас много фильмов смотрю про Вторую мировую, там тоже такая штаб, штаб командования. Где-то Легия в форме с кафу стоит. Ну ладно, об этом позже. Буду, опять калашей есть, команда Hellraiser. Нужно цепляться сейчас, иначе БиАйджи далеко вперед выйдут. Так, очень серьезные проблемы. Воксик 6 хп всего лишь осталось, что-то там творится непонятно, но Воксик все-таки забрал два соперника, Тапсон после этого сгорел. Слушай, на этих 15 фпс все добавляет, такой, знаешь, окраса, как в комиксах. Просто что-то происходит, и ты пытаешься уследить за картинками. Но у нас минус два игрока БиАйджи на ровном месте. Microsoft Movie Maker. Слайдшоу, мама, я сделал, посмотри. Каешка. Ну, нанесла она изрядно урона. Неплохо залетела. Хотя, в целом, конечно, Hellraiser с этот раунд должны выигрывать. У них практически открыта дорога на Б-базу. Обратите внимание, ее оставляют БиАйджи, наверное, решая, что или мы будем сейвить, или угадаем направление атаки. Решение вполне хорошее от БиАйджи. Сейв в случае чего позволит закупиться позже. Ну, а три в пять. Раунд вполне спокойно можно выиграть. Смуя только что увидел очень много игроков. Не по этому из них не попал. Как же так, Ован? Ну, должен был давать хотя бы один фраг. Приходится Нексу расхлебывать. И понятно, что после этого со всех направлений его будут всячески напрягать. Итак, 35 секунд. Смуя пытается обнаружить кого-нибудь и находит в Оксика на вагоне. Но вот этот промах был абсолютно лишним. У Тизиана 8 хп. Он с 8 хп дает два фрага. Один в один против Хоббита остается. Хоббит таких, однако, не прощает. Джон-то доволен. Похлопал за спинами своих подопечных. Все шикарно. Хотя и снова-таки Найстрай Тизиан. Ну, молодцы БиАйджи. Их решение себя практически оправдало. Укрепить именно Аплэнд и оставить без внимания Б. Так как действительно именно туда и направлялись Ашер. Ну, неприятно то, что там Смуя пропустил изначально одного соперника. Должен быть для БиАйджи. Но это все ситуативно. Понятно, что со следующим девайсом, а это буквально в 20-м раунде, нас ожидает, скорее всего, очень жесткая приемка от БиАйджи. Ну и в этом раунде, кстати, у Ашер денег катастрофически мало. Необходимо. Ну, в идеале вообще никого не терять. При такой-то финансовой составляющей. Итак, Тизиан, опорник Б-базы. Будет любопытно сравнить, скажем, действия Хоббита в первой половине и то, что будет демонстрировать нам Тизиан во второй в этом качестве. Ну, четверка игроков БиАйджи находится на базе. Знаешь, интересно, что вот несмотря на то, что Hellraiser в атаке, складывается впечатление, что пока они работают помедленнее, так поосторожнее, чем даже БиАйджи. Хотя, казалось бы, кто, если не немцы, показывают нам стилистику осторожного контр-страйка? Хотя, может быть, такие выводы делать и рановато. Ну, по крайней мере, это репутация, которую себе долгое время БиАйджи зарабатывали. Потом они же ее и ломали, раз уж на то речь пошла у бегов. Была бы там привычка действовать агрессивнее. Ну, сейчас же раз на раз не приходится часто от соперника. Это зависит, сколько же урона нанесли. И тут БиАйджи, о мой бог, все ранены, но никто в итоге от Ашер не погиб. Именно это и было необходимо этому коллективу. Отличная работа. Джон-то доволен. И вот этот 12-процентный винрейт на карте Трейн не то чтобы отражает суть происходящего. Тем более, что лана онлайн, мы понимаем разные вещи. Для Hellraiser's Train это, ну, вот опять-таки по отыгрышу, ну, вот четвертая, пятая карты есть. БиАйджи, ее играют почаще. Ну, Ашер сыграли за эти три месяца восемь раз карту Трейн. Проиграли Авангард, проиграли Энс, проиграли Нави, проиграли Астралис, проиграли Империал. На допах проиграли Норс. Ну, короче говоря, выиграли вот буквально в оптике. Это было в сентябре. У-у-у, Тизиан со своими тиммейтами решил поджать верхнюю волну. Наверное, напрасно он решил так вот прыгать, решив, видимо, что физика Counter-Strike позволит ему сделать этот фраг. Ну, удалось сыграть максимум на размен игрокам команды БиАйджи. Также ближняя позиция у игрока номер восемь, это Гобби. У него СЗшка на руках, по нему начинает... А, у него даже МП-9 есть, он чеков СЗшкой. И для большей мобильности, в общем-то, девайс для приемки очень даже благоприятный. БиАйджи, кстати, решили сделать ставку, в принципе, на большое количество денег, но в следующем раунде. А в этом Гобби даже немного пробустил финансовую составляющую для себя на будущие раунды. Дэдфокс вывел команду вперед, перекрыл СМУ. Тапсон сейчас может предотвратить установку бомбы. Выход, Дэдфокс понял, что сейчас умрет, но ничего с ним поделать не смог. 49 секунд, в принципе, нормально, но не удалось заспреить Воксику по Тапсону. Иса остается один. 11-9 БиАйджи выигрывают. Ну, форс раунд в каком-то смысле, хотя деньги-то БиАйджи свои не тратили. Это был скорее эко на те деньги, которые они могли позволить себе потратить. Дополнительно экономически я бы это назвал, чтобы БиАйджи действительно не испытывали проблем с следующим девайсом. Вот что они делали. И это все равно сработало за счет того, что Тапсон был очень хорош. Ну и Ашер в какой-то степени, наверное, рассредоточили внимание по карте. Там с одной стороны Иса шел в тылу, с другой стороны игрок проверял всю точку БиАйд, и Дэдфокс остался без прикрытия. Ну, это проблема, которая в итоге и за собой повела весь раунд. Неприятно такое проигрывать, тем более, что где 12-й, там и 13-й для БиАйджи, как мы видим по экономике, поджим зелени. И вот этот снайпер уже в таких поджимах не ошибается. Помним Дэдфокса, не дочекал немножко, хотя, может, тайминг тогда был неподходящий. Тут все здорово. И посмотрите, Смой после этого фрага не уходит слишком глубоко. Он продолжает сидеть посреди прохода. Да, это действительно опасная позиция со стороны Олвена. Хлопнуть, кстати, ему некому. Ну, так что тут либо пан, либо пропал будет. Ну, там к нему постепенно и подходит Губи. По идее, если что, гранату там он сможет накинуть. Ну и то, позиция смещается. Смуя сам решает проявить немного инициативы и снова выходит по зелени. И сейчас скажет, что, ребята, ну здесь поблизости никого нет вообще. Вот по этой инфе уже смещается Тапсон вторым номером для обороны Б-базы. Хеллрейзерс продолжают лавировать. Но Смуя тоже уходит в зелени. Так, а вот это уже опасно. Ашер, как мы видим, не собирается идти на базу Б. Ну, интересная позиционка получилась. Смуя вместе с Гобомби должен будет принимать все это. Ашер, да ладно, ну, сами того не понимая, провернули какой-то фейк тысячелетия. Заставив тройку игроков оборонять Б-плэнд. 27 секунд. До сих пор никого не будет под одну флешку выходить. Смуя, казалось бы, должен быть простой фраг, но он мажет. Оуэн. Второй раз его просто пропрыгиваю, сделать что-то здесь было сложно. Нужно посматривать на сотку. Смуя пропускает соперника. Тем временем два игрока команды Хеллрейзерси мертвы. Тут как бы нужно бомбу пытаться ставить, а бомбу поставить не удастся, так как Некс на позиции. Ну, наверное, все-таки слишком медленно. Ну, да, и гранат как-то не хватило на выход, чтобы отрезать свой выход с маками какими-то. Там одна флешка была на момент выхода, я обратил на это внимание. То есть HR просто рассчитывали степом выйти и поставить бомбу. Ну, тут просто дело в том, что выходили-то они по итогу туда, куда нужно. На базе зачастую бывает так, что и четыре опорных игрока находятся. В данном же случае их было всего два. То есть такой вот неосознанный фейк от Хеллрейзерс, как ты сказал, действительно сработал. Но почему не удалось за него зацепиться? Ну, скорее всего, дефицит по гранатам. Даже не знаю. Ну и, конечно же, время. Как мы увидели, где-то так оно и произошло. По сути, HR не смогли обезопасить бомб-кэрри, чтобы тот установил бомбу и дальше уже доигрывать раунд. И это привело к неминуемым проблемам. Проблемы, на самом деле, очень серьезного характера, так как сейчас сливной раунд будет 13-9. И далее раунд за два, который уже приведет Биэйджи в состояние маппоинтов. В состоянии катарсиса. Возможно, он приведет команду Хеллрейзерс. И они все еще сумеют выпутаться из этой ситуации, наверное. По такой динамике мы бы могли посмотреть и допчики. Почему бы, собственно, и нет. Нам продолжают напоминать, что гранд-финал все еще будет после матча за третье место, за которым мы сейчас наблюдаем. Но вообще, если хотите, солью им небольшой инсайд. Это для того, чтобы попытаться пофиксить лаги, а не для того, чтобы вы смотрели на сетку. Вся истина просто происходящего сейчас у вас как на ладони, дорогие друзья. Ну, действительно, иногда почему-то картинка проседает. Еще раз напомню о том, что мы смотрим матч с источника, с клинфиды, который нам передается из Мальты. Это не у нас компы за 40 гривен, как принято говорить. А на Мальте. А на Мальте. Компы за 40 креветок. Не знаю. Я не знаю, какая валюта там. Сори. Ну, Мальта вообще далековато находится. Это же еще и остров какой-то в Средиземном море. И не всегда получается, скажем, отдавать оттуда ту картинку, которую нам бы хотелось. Но, с другой стороны, сейчас вы можете посмотреть на панораму замечательного острова Мальта. Нас там нет, но мы с вами здесь. Ничего страшного. Как бы, а зачем? И тут неплохо сидеться. Ну, и пока что в важнейшем раунде БИГ делают очень ранний первый килл. Это Тапсон, который использует, кстати, вторую снайперскую винтовку. Тапсон может себе это позволить. Вообще, скилловый бигрок, универсал. Раньше многие его недооценивали, но он уже по факту доказал, что способен на многое. Некс, второе убийство. Ну, не получается у Hellraiser заходить, то есть гранаты не используют мало. БИГ изначально разыгрывая 4Б полностью в этом оказываются правы. Не хватает раскида, мне так кажется. Ну, честно говоря, да. Ни раскида, ни контроля мы особо не видим от HR. Даже когда пытаются Hellraiser сдавать контроль по карте, они не могут совладать с агрессией, которую демонстрируют, ну, снайперы или игроки просто в аркадах. Ну, и вот они коэффициенты в лайве от нашего партнера GGBet на победителя в матче, друзья. Я отдельно уточню на этом ваше внимание. 4.42 на HR. При том, что они играют чужой пик, но на самом деле кэфчик такой, спорный. Нет, я согласен, что нужно, чтобы БИГ был кэф такой серьезный, но не настолько. Ну, по игре пока получается именно так. Опять же, ауги работают. Не знаю, мне нравится команда БИГ. Вот не о чему говорить. У них, возможно, не хватает, я не знаю. Вот согласишься ли ты с тем тезисом, что команде БИГ не хватает индивидуального мастерства в некоторых моментах, чтобы сражаться с такими командами, как Liquid? Я имею в виду, что в Liquid практически все могут показывать звездную игру в индивидуальном плане. Да, у БИГ может там иногда Тизиан проседать, где-то недоигрывать Гобби. Просто в техническом командном плане у них есть все, чтобы навязывать борьбу лучшим командам планеты. Ну, мне не всегда нравится тактическая составляющая БИГ, если честно. Сейчас все стало намного приятнее, но в первые дни, в частности, я отмечал для себя то, что играют они слишком прямолинейно. Они вроде бы пытаются играть лейтом и делать какие-то сложные медленные раунды, но вариативности в самих по себе раундах, зависимо от внешних факторов на карте, у них было по минимуму. Возможно, из-за соперника, возможно, еще по каким-то обстоятельствам. Но вот если на минуте 55 ты видишь расстановку, что они изначально хотят идти по да, то на 15 последних секундах этот выход по да так и будет, чтобы не произошло. Тем временем, кто бы вы думали, снова Тапсон делает первое убийство в раунде. Арсенал у БИГ хороший. Два Оуга, два Авика, это никуда не девается. Ну и Хеллрейзерс. Нужно вытаскивать раунд в меньшинстве с малыми гранатами, их всего шесть. Два смока, мы видим три флешки молотов, попытка занять апдаун, но за него БИГ вообще не сражаются. Тут разная философия, в принципе, в позициях, которые выбирают для себя игроки БИГ. И прям забили на апдаун, сделав ставку больше на укрепление сотни, ну и просто более дальние позиции. То есть такт верхний из тоже будет перекрываться при возможном выходе. Ну и плюс Оуги, которые также позволяют играть более спокойно на дальних дистанциях. Не испытывать при этом дискомфорт в прицеливании. Благополучно Ашер принимает решение идти все-таки под Б. Там два игрока. Некс первым, но сразу оказался слепой. Да, флешечку поймал. Праг есть от Некса. Хоббит. Ну, кстати, с Дэдфоксом здорово. Флешка должна была похоронить надежды команды Хеллрейзер. Сноуоксик прикрывает своего тиммейта меньшинство. Дэдфоксик превращается в ситуацию 3 в 2 при уже установленной бомбе. И Хоббит, который, скорее всего, сейчас щелкнет Тапсона, если позволит себе. Нет. Нет. Тапсон отошел чуть подальше. В этом зуме легко обнаружил Хоббита. И теперь убивание, ну, все равно с двумя АВП. Что, Воксик? Как он так подставился-то неудачно под смую? Ну, безумное безумие происходит в этом раунде. Ну, теперь уже все. Тут Вокса обнаружили. Его просто затыкают пистолетами. Это GG. Команда Биэйджи, проигрывая 0-5 в первой половине, выигрывая 16-9. И при этом достаточно просто, что под занавес первой половины, где Биэйджи показывали неплохую атаку, что уж тем более во второй в защите. Чувствуется, что Трейн это по-прежнему КТ-доминантная карта. Абсолютно безумный раунд. Только что выиграли для себя Биэйджи. С уроном по тиммейту. Запутались в смоках. Уперлись друг в друга. Столько проблем у Биэйджи было. Но Ашер этим воспользоваться, к сожалению, так и не смогли и не навязали камбэк на первой карте. Итого, Биэйджи забирает свой пик и уже готовится к следующей карте, в общем-то, в этом противостоянии. Да, этой картой станет Дейнферно. А мы передаем слово нашей студии аналитики. Возможно, они расскажут нам что-то интересное и необычное об этой карте. Почему же Холл Райзерс не удалось хотя бы навязать борьбу во второй половине? Что не так с атакой?